Чай, приготовленный из верхних листьев чайного куста, считается самым качественным сортом. По мере роста чайного куста количество витаминов в нем уменьшается, говорят специалисты. Также по цвету напитка можно определить, к какому сорту он относится. Например, в этом магазине предлагают самые высокие сорта чая, которые выращивают в разных уголках мира. Мы на рынке находимся более 10 лет. У нас получается 250 сортов чая и 35 сортов кофе. В 250 сортов чая входит и зеленый, и черный чай, смешанный на основе фруктовых сортов, где нет чайного листа, ни зеленого, ни черного. То есть в основном идут все фрукты. Также идут, например, зеленые сорта на основе травяной системы. То есть там идет большинство вкусовых добавок или на основе натуральных фруктов. По своим целебным качествам следующую позицию после желтого чая занимает зеленый. Он имеет свойство сохранять в своих листьях все полезные свойства, чего не скажешь о нашем излюбленном черном чае. Это обжаренный зеленый чай. И все же, даже зная об этом факте, большинство выбирает черный, потому как напиток действительно бодрит. Пожилой возраст бабушки, они берут большинство тоже зеленых сортов на основе травяной системы, потому что полезно для давления высокого, понижающие сорта чая есть, понижающие давление сорта чая. И все же следует помнить, что чрезмерное употребление чая может вредить здоровью. Как выяснили калифорнийские ученые, он вымывает из организма витамины. Если вы ярый любитель чая, то наверняка можете почувствовать нехватку железа в организме, а это вредит коже и негативно отражается на волосах.